Всем привет, меня зовут Роман и сегодня мы решили посвятить наш обзор исключительно механическим моделям японских марок, рассмотрим бюджетный вариант Orient и Citizen, подробно поговорим о механических моделях марки Bullova, а также рассмотрим уникальную и самую дорогую лимитку от марки Seiko. Различные форматы часов, различная стоимость и дизайн, все как вы любите. Начать предлагаю с коллекции 3 Star японской марки Orient, это пультовая коллекция, существует уже не один десяток лет. Коллекция постоянно развивалась и совершенствовалась, и часы, которые я держу сегодня в руках, относятся к обновленной линии ретро-часов. И это настоящий bottom price, цена на момент съемки составляет 18 490 рублей, это одно из лучших предложений на Яндекс.Маркете и вообще на рынке по соотношению цены и качества среди механики. К тому же тут дизайнеры Orient отошли от традиционного стиля прошлого века и создали более современный и универсальный дизайн. Однако они сохранили бочкообразный глянцевый корпус из нержавеющей стали, который придает часам классический винтажный вид. Единственная матовая отделка здесь это задняя крышка, на которой размещена информация о производителе. Белый циферблат довольно прост и легко читаем, тут и штрихи, и римские цифры, а стрелки легко различимы на контрасте. Из дополнительных функций тут и 24-часовой формат времени в отдельном субдиске, и полный календарь со стрелочным указателем дня недели и традиционным окошком даты. Водонепроницаемости 30 достаточно, чтобы защитить их от легких брызг и дождя. В целом я считаю, что это отличный выбор для тех, кто хочет приобрести стильные часы в жанре ретро по доступной цене. И что самое главное, эти часы подойдут не только старшему поколению, который помнит еще с чего начиналась история о трех звездах, но также будут популярны среди молодежи. Citizen является одним из крупнейших игроков японской часовой индустрии, входит в большую японскую тройку с такими марками как Seiko и Casio. Тем не менее, когда мы думаем о марке Citizen, мы чаще всего себе представляем кварц, нежели механику. Разумеется, в ассортименте марки богатое разнообразие и спортивные хронографы, и дайверы, и многофункциональные повседневные часы, как и отличный выбор костюмников. Да, большинство из них используют фирменную технологию EcoDrive, то есть кварц на солнечном питании. Для меня немного странно, что марка Citizen так мало уделяет внимания своим механическим моделям, тем более, что так хорошо воспринимается потребителям. Вот, к примеру, линейка автоматик, одна из них. Я отобрал модель классического типа, но со своими изюминками. Диаметр 40,5 мм и толщина 11 мм делает их универсальным размером для мужских часов. Корпус изготовлен из полированного и сатинированного титана, что не только придает им элегантный вид, но и обеспечивает их долговечность. Знаете, по одному только внешнему виду заметно, насколько высокое качество отделки титана предлагает нам Citizen. Самое привлекательное в модели это циферблат. Он не просто выполнен в технике золотых лучей, как привыкли. Он еще и гелиошированный. Внутри у нас калибр собственного производства Citizen 8210. Это три стрелки, а также дата на трех часах. Тут и автоподзавод, и возможность ручного есть, что, на мой взгляд, является преимуществом. А через прозрачную заднюю крышку можно насладиться его работой. Браслет, кстати говоря, тоже изготовлен из титана с покрытием IP-титаниум, который сочетается с корпусом и повышает общую прочность часов. Чем вообще хорош титан? Он в 5 раз прочнее стали, имеет небольшой вес, гипоаллергенен и на 100% устойчив к коррозии. Кроме того, титановые сплавы характеризуются абсолютной инертностью, что означает, что они не вступают в реакцию с другими веществами, не ржавеют и не меняют цвет. Кстати, они еще сохраняют тепло, и в холодное время года их носить максимально комфортно. По итогу я считаю, что у Citizen есть что предложить среди механических моделей, хотя выбор и невелик. Но раз мы уже заговорили о марке Citizen, предлагаю перейти к последним новинкам от марки Булова. Да, вы скажете, что это не японский бренд, но они принадлежат той самой компании Citizen. А это означает, что они имеют доступ к передовым технологиям и механизмам Citizen. Это делает ассортимент часов разнообразным и интересным. Примечательно, что у них есть большой выбор часов-скелетонов. Можете ли вы предложить аналогичные варианты от марки Seiko или Orient, например? Да, можно вспомнить премиальную коллекцию Orient Star, мы показали их в прошлом году, но это единицы и в совершенно другом ценовом диапазоне. Убийственная новинка. Продолжает серию часов, усыпанных кристаллами. Разве что прошлые версии были кварцевые, а тут не просто механика, но и скелетон. Если кто подумал, что это женские, нет. Это все же часы для мужского запястья. Хотя вполне подойдут женщинам, которые предпочитают носить крупные корпуса. Тут 41,5 мм. За счет 12-угольной конструкции выглядят аккуратно, да и дизайн не грубый. 251 кристалл. За счет того, что и стрелки идут золотые, на хорошую читаемость можно не рассчитывать. Я вообще не знаток рэп-вселенной, но эти модели особенно золотая. У меня ассоциируются именно с культурой рэперов. Да, глядя на такие часы, хочется еще навесить несколько цепей на себя, вставить бриллианты в зубы, поставить музыку. Да, поставить 50 цент, я думаю. И в принципе, тогда это будет идеальный образ завершения того, что предлагает как раз-таки эта модель. Как я уже упоминал, это механика. Механика с автоподзаводом. Калибр стоит от Miota 8N26, что дает запас хода примерно на 42 часа. Каких-либо дополнительных усложнений тут не наблюдаю. Что можно сказать на 100% по поводу этих часов, что они не оставят никого равнодушными. Тут будет два лагеря, кому они понравились и кому абсолютно не понравились. Пишите в комментариях, что думаете по поводу этих часов вы и сразу скажем, что комментарии в стиле цыганщина мы не засчитываем. Тем временем я покажу вам более сдержанную новинку из коллекции Marine Star. Вся коллекция Marine Star Automatic вдохновлена морской тематикой, так что если вы любите море, вам подойдут их. Речь идет не только о дайвинге, но скорее о романтической стороне парусного спорта и яхтинга. Ведь несмотря на то, что часы практичные, тут аж 200 метров водостойкость, они весьма стильные. Возможно, у них нет вращающегося безеля, но внимание к деталям и исключительный дизайн с лихой это компенсирует. Использование цветовых контрастов и сложная детализация циферблата оживляют морскую тематику. Независимо от того, носите ли вы деловой костюм или повседневную одежду, эти часы станут хорошим вариантом для ежедневной носки. Внутри эта механика с автоподзаводом на калибре 8N24. 42 часа запас хода. Синий циферблат с открытым балансом как раз демонстрирует внутреннюю работу часов. Круглый корпус из нержавеющей стали диаметром 45 миллиметров и толщиной 15 миллиметров, оснащен защищенной заводной головкой. Минеральное стекло прочное и долговечное, сюда отлично вписывается. Как я упоминал, эти часы водонепроницаемы до 200 метров, поэтому их можно брать с собой даже для подводного плавания, хотя вряд ли вы такие часы станете использовать под водой. Но приятно осознавать, что не придется трястись о том, что вы позабыли снять часы, если вдруг вам пришлось контактировать с водой. Мне очень понравилась эта новинка, есть, кстати, версии и на браслете. Ссылку на коллекцию я оставлю в описании. Часы получились элегантные, в то же время спортивные. Ну а напоследок мы поговорим о яркой и уникальной лимитке от марки Seiko. Не так давно компания Seiko выпустила новое дополнение к своей популярной линейке дайверских часов Prospex. Модель, посвященная теме Save the Ocean. Лично для меня выпуск этих часов стал полной неожиданностью. Коллекция Prospex известна тем, что она достаточно последовательная и традиционная, поэтому выпуск любых новинок, особенно такого формата, является большим событием. Эта модель имеет богатую историю. Она основана на 300-метровых дайверских часах 1968 года, которые, как известно, использовались в японской антарктической экспедиции. Таким образом, можно сказать, что это скорее переиздание, чем новая модель. Определенно, сразу внимание привлекает выразительный корпус с острыми ушками и так называемый зубастый безель с керамической вставкой. Стоит отметить, что корпус изготовлен из стали EverBrilliant, которая более устойчива к коррозии, чем стандартная нержавеющая сталь. Такое можно встретить только в престижных часах, ранее в коллекциях Grand Seiko, например. Далее взглядительный циферблат. Потрясающий градиент от ледяного до глубокого насыщенного синего цвета. Как и положено дайверским часам, крупные лиминофорные стрелки и геометрические метки. Отличная читаемость и прекрасная видимость в любом освещении. У меня есть шанс примерить их и могу сказать, что ощущения великолепные. Seiko известна своей сильной индивидуальностью и можно сказать, что они полностью соответствуют этой репутации. Диаметр корпуса 42,6 мм делает его универсальным и удобным. Завинчивающаяся заводная головка большая и удобная в использовании. А вот непроницаемость часов составляет 200 метров, что делает их настоящими дайверскими часами, соответствующими стандартными ISO. Но перейдем к самому важному. Внутри установлен калибр 8L35 с автоподзаводом. Может показаться, что это стандартный механизм Seiko. Но на самом деле это модифицированная версия Grand Seiko 9S55. Это механизм высшего качества с 26 камнями, с запасом хода около 50 часов, при 28800 полуколебаний в час, ручным заводом с остановкой секунды, магнитозащищенный пружиной спрон и одним усложнением даты. И это один из тех случаев, когда мне действительно жаль, что нет задней прозрачной крышки, потому что этим механизмом стоит любоваться. На задней крышке часов вы найдете такую важную информацию, как серийный номер. Это ограниченная серия всего 1300 экземпляров и гравировку Made in Japan, которая говорит сама за себя. Ну и конечно тут не только часы, но и целый комплект. Часы изначально поставляются на текстурированном каучуковом ремешке, а в комплекте с запасной Nato, изготовленные по технике Seiko. Оба ремешка изготовлены в соответствии с высокими стандартами, которыми славится компания Seiko. В заключении можно сказать, что эти часы представляют собой идеальное сочетание надежности, высококлассного механизма, сапирового стекла, керамического безеля и превосходного японского мастерства и потрясающего дизайна. Единственным недостатком этой модели Seiko является, пожалуй, ограниченная целевая аудитория. Она предназначена либо для тех, кто готов потратить деньги без раздумий, либо для преданных поклонников марки. Ну что, друзья, как вы относитесь к механическим моделям и какие интересные экземпляры есть у вас? Пишите, будет интересно почитать. В заключение могу добавить, что механика становится все более популярна среди часовых брендов, благодаря своей непереходящей привлекательности, мастерству и традициям, которые не смогут повторить кварцевые и смарт-часы. По традиции с вас лайк и подписка. С вами был Роман, BestWatch. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова